С вами в студии доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, почему в банке могут отказать в кредите, и как эту ситуацию исправить, так скажем? Ну, действительно, причин очень-очень много. Но одна из причин – это плохая кредитная история заемщика. Но что это такое, сейчас попытаемся разобраться. Ну, вот недавно один мой хороший знакомый обратился ко мне с вопросом. Ну, ему стали отказывать банки в кредитах. Ну, в чем дело, спрашивают. Просрочек нет, зарплата большая, но банки больше не дают. Если вам отказали в кредите, не дали страховку, и даже если не взяли на работу, ну, или вам просто скучно, посмотрите свою кредитную историю. Возможно, в ней вы узнаете о себе много интересного. Например, кто ее запрашивал, все заявки на кредиты и решения по ним, как выплачивали кредиты, были ли просрочки, а также сведения о текущих кредитах и вступивших в силу, если были решения суда о взыскании денежных средств, там, о банкротстве, а также свой кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг – это оценка вашей платежной дисциплины на основании данных, которые есть у Бюро кредитных историй о вас. Он помогает примерно оценить свои шансы на получение кредита. Банки считают, что чем он старше, то есть чем старше кредитная история, тем больше информации о заемщике может изучить банк. Ну, желательно, чтобы вообще просрочек не было. Если человек одновременно подает заявку на 5 кредитных карт или кредитов наличными, ну, что банк может подумать? То, что у человека финансовые проблемы. Из-за этого система может выдать отказ в кредите. Поэтому лучше просто так ради интереса не поддаваться на рекламные заявления некоторых очень распространенных у нас интернет-сервисов, которые просто призывают подать у них заявки на кредит и сразу в несколько банков и просто узнать свои шансы на их получение. Особенно негативные факторы для кредитной истории, если на заемщика подали в суд или он вообще не выплатил кредит, или чего хуже, кредит был продан коллекторам. Ну, хотя сейчас и звучит мнение о полном запрете коллекторов, гораздо лучше, в принципе, не доводить себя до таких случаев, повышая свою финансовую дисциплину. Можно услышать мнение, ну и что, не дадут очередной кредиты, ладно. Так-то оно так, но только банки могут запросить, не только банки кредитную историю могут попросить вашу, но еще и страховые компании. Например, клиентам с плохой кредитной историей страховщики готовы повысить стоимость полиса или вовсе отказать им в страховке. Кстати, сервисы кошеринга запрашивают кредитную историю по похожим причинам. Если человек плохо платит свой кредит, то выше вероятность того, что также он будет относиться и к арендованному автомобилю. Ну а в случае ДТП будет проблематично взыскать с него ущерб. Заботиться о кредитной истории, проверять достоверность размещенной там информации – это обязанность заемщика. Банк не будет сообщать вам об ошибках в ней. Вообще-то стоит хотя бы пару раз в год проверять свою кредитную историю на случай появления там ошибок. Тем более, что каждый может получить такой отчет именно дважды в год совершенно бесплатно. Ну, кстати, у моего знакомого так и произошло. Банк просто не отразил вовремя изменения и не отправил данные о досрочно закрытом кредите в бюро кредитных историй. А замеченная им и исправленная банком ошибка позволила восстановить его положительную репутацию как заемщика. Так что, перефразируя известную поговорку, можно сказать – береги кредитную историю с молоду. Исправить там что-то будет довольно проблематично. Ну, после вашего, так скажем, совета мы все действительно поняли. Будем беречь и кредитную историю с молода. Спасибо большое. Напомним, что с нами в студии был доктор экономических наук, профессор Виктор Реутов. И это рубрика «Семейная экономика». Продолжение следует...